Сейчас происходит попытка создать коалицию без блока Юрия Тимошенко, поскольку Тимошенко поставил условия своего вхождения в коалицию принятия до 17 законов, которые в том числе противоречат программе МВФ. После этого решили идти по плану Б, то есть добрать численность двух фракций, чтобы суммарно было 226 депутатов. И поэтому стали привлекать в коалицию депутатов, которые раньше входили в другие фракции и избирались по спискам других партий. То, что раньше называли словом Тушкин. Каким образом они их привлекли? Наверное, находили разные аргументы для разных депутатов. Я не знаю, для того, чтобы о чем-то кого-то обвинять, нужно иметь на руках доказательства. Но факт, есть факт. Сегодня в фракцию БПП приняли трех депутатов, которые были избраны по списку партий самопомощи. Даже не мажоритарщики, а списочники самопомощи. А о чем ты сегодня свернулся с Луцерком? Это внутренняя дискуссия о фракции, взаимные обвинения. Я считаю, что нас в телек на них комментировать не вылечен. Правда, что говорят, что осенью будут выборы. Да? Выборы будут, если не будет найдено в конфигурации, которая позволит работать парламент. Но я считаю, что независимо от того, выборы есть или нет, нужно применять закон о выборах по открытым спискам, как обещал Порошенко во время выборной кампании президента. И как написано в Калифортовом соглашении, что это мы должны были сделать еще в первом квартале прошлого года. Поэтому независимо от того, когда будет выбор, мы должны быть готовы к проведению выборов по честному закону. Чтобы когда бы он в момент не наступил, мы были готовы и пошли на выборы не путем коррупционных скупких голосов, а путем нормальных выборов, как это должно происходить в нормальной европейской стране. Пожалуйста. Продолжение следует...